Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами друзья, Людмила Ступина. Как сделать так, чтобы люди сами просились в вашу команду? Многие сетевики делают ошибки тем, что начинают пиарить свою компанию, свой проект, рассылают рассылки и пишут, какая у них супер компания, какой супер продукт. Но поймите, люди идут не на вашу компанию, не на ваш продукт, а люди идут на человека. Как сделать так, чтобы вы стали известны в интернете? Продвигайте себя. И первое, что вы можете дать полезного для людей? Больше общайтесь с людьми. И спрашивайте себя, что полезного я сделаю, например, вот на этой неделе для людей. Каждую неделю делайте свой отчёт. Просто начните общаться с людьми. Когда я начинала работать в интернете, для меня это был такой страх общения с людьми по скайпу. Я думала, ну о чём я буду говорить совершенно с чужим человеком? А что он обо мне подумает? Ну вот такие вопросы возникали. Мне было очень страшно. И когда мне звонили по скайпу, я не отвечала. Я боялась взять трубку, хотя набирала себе друзей и хотела общения. Понимала, что без этого бизнес не сделаешь. Но было очень страшно. И как я прошла вот этот путь, как я убрала страх? Я думаю, что лучше всего заводить разговор первым. Никогда не думать о том, что о вас думает собеседник. Он, может быть, о вас и вообще не думает. А то, что он думает, он вам никогда не скажет. Не надо быть серьёзным и деловитым. Серьёзность и деловитость просто отпугивает других людей. Будьте самим собой. Будьте простым, естественным человеком. Улыбайтесь. Ведите разговор непринуждённо. Просто выбирайте простые, естественные условия для преодоления страха общения. Не берите близко к сердцу все разговоры. То есть тот разговор, который у вас не пошёл так, как вы бы хотели, ну не обращайте внимания. Будьте всегда вежливы. Будьте всегда вежливы и культурным человеком. И последняя рекомендация. Не стоит слишком пристально зацикливаться к этому комплексу. Не думайте постоянно об этом. Важно помнить, что все люди обладают теми или иными комплексами и слабостями. Поэтому если собеседник уверенный, самоуверенный, есть такие люди, просто помните, что он тоже имеет слабости. Общайтесь свободно, радостно и получайте от этого удовольствие. Сегодня утром у нас одна девушка в наш рабочий чат бросила вот такую притчу, и она мне очень понравилась. Я хочу просто вам рассказать об этой притче. Мне кажется, это будет интересно всем, какие уроки нам преподносит природа. Первый урок называется «Урок реалистичной фокусировки». Этому уроку мы можем научиться у дятла. Да, совершенно верно, у дятла. Дятел во много раз умнее нас. Да, он бьется головой от дерева, но делает это он очень успешно. Он реалистичен. Он не пытается разбить дерево пополам одним ударом, как это хотят сделать многие из нас. И он сфокусирован. Он не стучит в дерево со всех сторон. Он сфокусированно бьет в одну и ту же точку, медленно продвигаясь к своему червячку. Нам же нужен не червят, а сразу змей. И найти его мы хотим не в плотном дереве, а лишь присыпанным листьями на земле. Второй урок успеха можно выучить у рыбы. Он называется «Урок потока». Рыба всегда плывет против течения, и вопреки общему мнению это правильно. Она это делает не для того, чтобы усложнить себе жизнь, а для того, чтобы больше воды мимо себя пропустить. Так мимо нее в потоке воды проплывает больше еды и кислорода. Так ее жизнь становится в несколько раз богаче. Мы же, в отличие от рыбы, всегда пытаемся плыть по течению, в стагнирующем потоке. И в результате вместо 40 лет жизненного опыта мы нажили однолетний жизненный опыт 40 лет. Мы не хотим выходить из зоны комфорта и потом удивляемся, почему в жизни было так мало возможностей. Мы хотим выиграть лотерею жизни, даже не купив лотерейного билета. И третий урок достижения успеха можно выучить у маленьких улья. Этот урок называется «Запачкайте морду кровью». Они умеют учиться. Они учатся у старших, более опытных львов. И учатся они не по учебникам и разговорам, а на деле. Они точно знают, чтобы научиться охотиться, нужно запачкать морду кровью. Мы же боимся даже руки замарать. Мы садимся за партой и смотрим настоящего доски задетого зайца, который учит нас охотиться. Или еще хуже, закрываемся дома и учимся сами собой. А когда приходит время охоты, мы не то что охотиться не умеем, мы поднимся кровью. Четвертый урок из тех мы можем выучить у собак. Он социальный, называется «Повелять вас там первым». В 21 веке уже не важно, что делаешь ты, а важно, на что ты мотивируешь других людей. И прекрасный пример здесь. Собака не думает. Сначала ты меня домой приведи, накорми, помой, а потом я тебе поделяю хвостом. Собака первая отдает свои чувства, лишь потом получается мне то, что ей нужно. Пятый урок успеха. Нам должна преподать змея. Урок называется «Не надо ныть». Змея не думает. У меня нет ни рук, ни ног. У меня плохое зрение. Я родилась не в той стране. Меня никто не любит. Мои родители обо мне не заботились с момента, как я вылупилась. Змея обходится тем, что у нее есть, и мы даже боимся этого животного инвалидов. И если ей что-то не нравится, она просто меняет шкуру и ползет без сожаления. Вот подумайте над этой притчей. А под этим видео есть ссылочка. Здесь вы узнаете, как можно автоматизировать свой бизнес. Всего вам доброго и до новых встреч!